Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и у нас в магазине появился Объект 907 на продаже в составе набора. Причем этот набор, ребята, вы можете приобрести себе как за реальные деньги, так и за голду. Итак, спускаемся, смотрим где наши предложения. Я зашел через Steam, у меня немножечко есть наценка, потому что Steam берет дополнительную сумму для оплаты налогов. Короче говоря, ребят, по предложению, которое я сейчас перед собой вижу, у меня ценник стоит в реальных деньгах 35 долларов. За голду получается 22 тысячи с половиной золотом. Давайте будем разбирать данное предложение, сделаем обзор на данную машинку. Единственное что, для того, чтобы сделать обзор на данную машину, я временно прервусь и перейду на Wargaming Game Center. Ну, просто потому что ВГ не показывает предложение за реальные деньги, поэтому покажу сейчас предложение, а потом уже перейдем и будем саму машинку обкатывать. Итак, ребят, 35 долларов. Если без наценки Steam, то в районе 30 баксов за данную машину. Напишите, кстати, в комментариях, сколько данный набор стоит у вас в реальных деньгах. Итак, давайте будем считать и отталкиваться от того ценника, который у меня есть, но это все-таки не совсем будет правильно. За сумму, в которую оценивают данный набор, вам предлагают машину 10 уровня, 5 контейнеров мистических, что, кстати, прикольно и интересно. Вы получаете обалденный камуфляж, который на машине смотрится действительно очень классно. Я очень люблю такие вот простые, строгие камуфляжи, которые добавляют машине реалистичности. Есть анимированный аватар X5 в количестве целых 30 штук. Да, на объекта 907 и использовать для того, чтобы прокачать какую-то ветку у вас не получится. Но, ребят, выкачать себе достаточное количество, точнее, нафармить довольно жирное количество серебра, свободного опыта, элитного опыта экипажа у вас однозначно получится. Если вы довольно-таки рукастый парень, то сделать, допустим, по 5 побед каждый день в течение 10 дней на данной машине вам не составит труда. Да и в целом машина это позволяет делать, и вы получите еще 5 мистических контейнеров. Таким образом получается, что по большому счету вам положили 10 мистиков, плюс коллекционную машинку 10 уровня, плюс, соответственно, слот в ангаре и открытое все оборудование, которое на 10 левеле действительно серебра стоит. Но, ребят, давайте будем говорить откровенно. За 2... Господи, простите, за 22 500 золота вы можете купить себе один в один точно такой же набор. Вопрос. Каким образом выгоднее покупать? Давайте опустимся в предложение, которое есть просто всегда в магазине. Мы не будем сейчас отталкиваться от каких-то вот таких вот временных предложений, типа там, допустим, подписки на золото, которые требуют заходить каждый день в течение 10 дней, только потом ты наберешь полную сумму. Стартовых наборов и так далее. То есть, если миновать акционные какие-то предложения, то в любом случае вы можете взять себе за 32 доллара, а не за 35, с учетом наценки стима, 23 доллара отдадите за 17 косарей золота и 9 долларов отдадите за 6,5. Таким образом, купив 2 вот этих вот, ну набора, не набора, короче говоря, 2 вот этих вот товара покупая, вы получаете 23,5 тысячи золота, а это на 1000 золота больше, чем стоит набор за голду. Ну и, соответственно, потратите на это всего лишь, ребят, 32 доллара, а не 35. Но еще раз говорю, это с учетом наценки стим. Плюс-минус, взяв в руки калькулятор, вы можете и самостоятельно посчитать, что вам выгоднее. Я просто говорю к тому, что если вы готовы отдавать деньги за машину и деньги, я имею в виду, реальные, то подумайте, возможно, вам все-таки будет выгоднее приобрести себе данный аппарат именно за голду, которую вы купите в магазине. Вот такое вот предложение сейчас есть, что собой представляет машина, мы сейчас с вами посмотрим, когда я перейду на Wargaming Game Center, ну и, соответственно, обсудим полностью все подробности по данному аппарату. Побежали! Ну что ж, продолжаем разговор и продолжаем обсуждать объектом 907, что он собой представляет. Для начала мы с вами посмотрим на орудие данной машины, которая имеет заявленный ДПМ аж целых 3355. И это действительно крутой ДПМ, вопросов нет. Время перезарядки 5.54, что, кстати, очень комфортно. Оборудование и амуниция делают свое дело и, я бы сказал, существенно поднимают показатели по орудию. Средняя бронепробиваемость в целых 245 единиц, в принципе, достаточная для своего наивысшего 10-го левела. Но если вдруг не хватает, то вы можете поставить себе кумулятивный, но и, соответственно, закинуть с пробитием в 300 единиц. Средний урон при этом 310 и 260, ребят, если используете голду. Это существенное падение альфы, но, наверное, оно того стоит тогда, когда вы прям ничего со своим соперником сделать не можете и не можете нормально его выцелить. Что касается разброса орудия, оно очень приятное, всего лишь 0.275, меньше 0.3, и это действительно классно. Что касается времени сведения, то 3.3, но смотреть мы на него будем непосредственно в бою. Углы склонения вниз минус 7, и в целом плюс-минус их достаточно, хотя порой бывают такие ситуации, когда немножечко их все-таки не хватает, и хотелось бы, чтобы было немножко получше. Что касается брони по данной машине, то выглядит она вот таким вот образом, и я бы не сказал, что эта машина действительно бронированная. Да, она имеет интересные скосы брони по бортам, но все-таки даже если убрать вот эти вот, допустим, маски и предположить, что все-таки мимо экранов пролетят снаряды фугасные, то здесь, в принципе, могут нормально вам неприятно сделать, я бы так это сказал. Ну, а, ребят, когда вы работаете вот так вот, если сюда будут забрасывать, здесь вас не пробьют. Но зачем сюда бросать, если есть картонный нижний бронелист, если верхние бронелисты имеют хорошую приведенку, но при определенных углах пробиваются вполне себе даже спокойно. Хорошо бронированная башня, как для среднего танка, но все-таки вот эти вот командирские лючки, да, они тоже не очень приятны, их тоже будут выцеливать. Эти 180 миллиметров с учетом приведенки, поверьте, не будут какой-то существенной преградой для ваших соперников. Сверху, понятное дело, что будут стучать вам по темечкам, вдруг есть такая необходимость. Ну и что касается кормы, то здесь разговаривать не о чем, сущий картон. Но какой есть, такой есть, придираться не будем, все-таки не в этом позитив данной машины. Что касается сравнения с другими ребятами. Помните, я говорил по поводу того, что очень хороший заявленный ДПМ. Но если сравнить все-таки этот ДПМ с другими танками на уровне, я выбрал для сравнения только коллекционные и премиумные машины, коих у нас, ребят, 7 штук, из которых коллекционных больше, ну а меньше в количестве 2 штук премиумных машин, а именно М60 и М121Б. Так вот, ребят, если сравнивать с этими транспортными средствами, кого из этого списка необходимо сразу выкинуть, как только я его туда вкинул, так это коро, потому что это барабанный монстр с 4 снарядами, и в целом, ребят, он не идет вообще ни в какое сравнение со средними танками на 10 уровне, я имею ввиду коллекционными и премиумными. Все мы знаем по поводу наличия барабанных орудий на 10 левеле среди средних танков, но среди проходных. Ну а что касается коллекционок и премиумов, то их нет. Соответственно, коро мы отсюда выбрасываем, ну и смотрим на тех ребят, которые перезаряжаются циклично. Если выбросить отсюда корон, то вы видите, что единственный братец, который действительно хуже по заявленному ДПМу, чем Объект 907, это АМХ-30Б, и провисает он на целых 8% вниз, тогда, когда все остальные ребята имеют ДПМ выше. При этом пробитие у него далеко не идеальное, пробитие заявленное базовыми снарядами 255, 250, 250. Короче говоря, ребят, по пробитию тоже далеко не имба. Альфа, я бы сказал, что в пределах разумного сравнивая исключительно с Т-22СР, но с другими машинами существенно меньше. И при этом всем, ребят, перезарядка у него ненамного прям быстрее, чем у других машин. Что же касается, ребят, по скорости, то здесь действительно Объект 907 лучше, чем другие машины. Опять-таки, единственный, с кем он соревнуется и кто немножечко лучше, но всего лишь на 2 километра, это АМХ-30Б. Все же остальные существенно отстают в отношении своей подвижности. Ему еще, ноздря в ноздрюм, стоит Камф Панзер 50Т, но все-таки Камф Панзер не только в этом лучше. Поэтому то, что у него скорость бодренькая, ему только в дополнительную нагрузку и в плюсик. Хотя есть и минусы у данной машины. Теперь, что касается, ребят, того, насколько хорошо играют все остальные на данном аппарате. Как вы видите, процент по победам, я бы сказал, ни вашим, ни нашим. Да, он находится рядом с тремя своими конкурентами, ну а двух своих конкурентов типа обходит, но, ребят, ненамного. Здесь обходит там вообще на мизер, ну а что касается 121Б, то пускай там на 2%. Ну да, в принципе, кто-то скажет, 2% это существенно, но, ребят, не тогда, когда есть трое конкурентов, которые лучше все равно на 2% или на процент, чем машина, с которой ты сравниваешь. Вот такая вот сравнительная таблица по объекту 907. И я думаю, что не это является показательным. Показательным будет взять данную машину, выкатить ее из ангара, ну и, соответственно, попытаться на ней что-то сделать, куда мы с вами сейчас и отправляемся. Я поставлю себе из принципа превосходства, ой, господи, встречный бой, превосходство отключу, для того, чтобы сейчас играть не по захваченным точкам, а попытаться именно пободаться до последнего выжившего в бою. Ну и насколько это будет позитивным боем, я, честно говоря, не осмелюсь предполагать, потому что объект 907, он не играется ровно по результативности, в отношении количества побед, по урону, который можно наносить от боя к бою. Знаете, есть такие машины, которые ты плюс-минус понимаешь, что ты ожидаешь от боя и, как правило, выходишь на одни и те же результаты, если часто играешь на одной и той же машине. И у тебя уже рука набита именно под этот аппарат. Объект 907, таким свойством он не обладает. И ожидать от него от боя к бою равных результатов порой не приходится. Я бы сказал так, на 10 боев я получаю удовлетворение где-то в 6 боях. 4 боя все-таки для меня являются не то чтобы провальными, но теми, которые не приносят тех результатов, которые я хотел бы. И сейчас я вкладываю в это понятие не конкретно количество наносимого урона за бой и уж тем более не процент по победам. Я вкладываю в это понятие удовлетворение от самого игрового процесса. Так, что меня немножко подлагивает, это не очень хорошо, но, к сожалению, принцип моего канала никогда не выбрасывать ничего из обзоров подталкивает меня к тому, чтобы не сбрасывать запись данного видео и все-таки отыграть так, как есть. Ну, в конце концов, каждый из нас может попасть в тот бой, в котором подлагивать будет, ну и, соответственно, попытаться даже в таких жестких условиях сделать что-то годное. Не хотят вылазить, ребята, в принципе, я их понимаю, я бы тоже не хотел. Точность по орудию очень хорошая, сводится очень бодро, как я уже говорил, и в целом работает очень качественно. Сейчас пошло чуть-чуть ниже, но все-таки М103 не настолько прям легкая в выцеливании машина, как нам бы хотелось. Да, еще и у парня стоит соответствующий камуфляж, который скрывает его серые зоны, делая их красного цвета даже там, где их нет. Близко к воргам подъезжать на данной машине остро не рекомендуется, желательно отрабатывать на дальних расстояниях. Единственное что, не факт, что за это время ваши союзники не начнут сливаться. Так, давай. Доберу его или не доберу? Очень хочется добрать. Фугас делает свое дело, едем дальше. Пока вроде бы проигрываем, но я думаю, что в целом шансы еще есть, и надо бороться всегда до последнего. Подвижность по машине просто шикарная, я действительно получаю удовлетворение от передвижения на данном аппарате. Стоит бортом зазевавшийся Е-75, не знаю, не успел добрать. Отъезжай, брат. Иса так просто не выцелить, особенно когда ты не можешь нормально в него прицелиться. Ну что, поедем, попытаемся кинуть еще одну тычку и посмотрим на результаты. Может даже сейчас фрагу себе сделать. Сдался парень. Блин, как я не люблю вот это вот, когда ствол поднимают вверх и лапки складывают. Борис, до последнего ты зашел в бой для того, чтобы выгрызать свою победу, а не рассчитывать на то, что эта победа упадет тебе просто на голову. Смотрим на результаты боя и сейчас обязательно заедем еще в одну катку, потому что данная катка пролетела как-то, ну, прям сильно быстро. И ощутить полностью все позитивы по машине не получилось. 980 единиц урона, абсолютно ничего не делая, практически не стараясь. Один сделанный фраг по результатам фарма. Я не думаю, что там прям нападало мне как с куста. Там всего лишь 15 тысяч чистыми с учетом активированного прем-аккаунта. И подождите секундочку, мы потом посмотрим, были ли включены при этом еще бустеры. Не будем возвращаться. Второе место в команде с конца. Поверьте, данная машина может гораздо больше. Так, смотрим. Предлагают мне обалденные каму, но за такие деньги я могу себе купить еще одну машину. Нет, как видите, бустеры включены не были, поэтому тот заработок, который был, это абсолютно честный заработок. Справедливости ради, необходимо отметить, что объект 907 это далеко не машина-фармер. Это машина, которая предоставляет вам удовлетворение от боя, если вы сможете нормально справляться со всеми минусами по данной машине. А именно, не очень имбовой броней, ну и соответственно определенного рода дискомфортных ситуаций, тогда, когда ваше склонение орудия играет с вами злую шутку. Как я уже сказал, углы склонения в целом комфортные. Но порой бывает такое, что на горках не хватает, ну прям вот совсем-совсем чуть-чуть. Да что ж такое у меня-то сегодня с игрой происходит. Кто-то скажет, GSN начал пилить некачественные обзоры. Но, ребят, я не отступлю от своего принципа и ни в коем случае не буду свои обзоры, точнее не так, качество и красоту картинки своих обзоров ставить выше честного зацена той или иной машины. Меня никто не поддерживает и я думаю, что мне здесь ловить самому просто-таки нечего. Я не выдержу натиск, если он здесь будет, поэтому я лучше немножко перекинусь куда-то на другое направление. Шесть соперников там. Наконец-то ТВП все-таки решил поехать и все равно развернулся, решил по бокам отработать. Ну окей, хорошо. Будем предполагать, что он сделал правильное решение. Я все-таки попытаюсь объехать, пользуясь своей довольно существенной динамикой, занять такую позицию, из которой будет поудобнее закидывать. Ну и начинаем потихоньку разбрасывать снаряды по врагам. Главное, чтобы сейчас у нас был свет. Как бы глупо это не смотрелось, вроде бы играешь на среднем танке, а работаешь как ПТшка с дальних расстояний. Блин, какой нефарт. Сейчас можно было реально забросить. Сработала броня, причем, как вы видите, два раза. Время перезарядки сейчас позволяло мне добрать этого товарища, если бы союзники с этим делом не справились самостоятельно. Суперконь меня выцеливает. Думает, что я буду вылазить опять с той же самой стороны, с которой я и был. Но у меня нет желания отхватывать от суперконя. Поднимайся чуть выше. Не смог отработать по суперконям. Едем дальше. Сейчас будет парень психовать, пытаться взять меня, как говорится, наобум. Сливаемся потихоньку. 2-1, это не очень хорошо. Вот та ситуация, о которой я говорил. Чуть-чуть углов склонения не хватает. Кто-то сейчас скажет, что я зря это все делаю. Но, ребят, без таких ситуаций, которые я буду вам показывать, вы не будете иметь полной картины по машине, и на что она способна, или на что она не способна. Сваливаем от суперконя. Блин. Да что ж такое? Вцепился в меня? Посадить бы тебя на гуслю, да не выходит. Отваливаем. Продолжаю позорно сваливать от суперконя. Сделал глупость, что поехал к нему, ну и, соответственно, остаюсь сам. Из песни слов не выбросишь. Порой допускаем ошибки в боях. Порой получается так, что одна твоя оплошность приводит к вот таким вот последствиям в бою. К сожалению, в данном бою я позорно слился, но свои ошибки я всегда признаю. Ну и, соответственно, такие бои могут быть и у вас. Поэтому перед тем, как бросаться фекалиями в комментариях, вспомните по поводу того, как иногда вам не фартит, когда вы принимаете неверное решение в начале боя. По результатам боя я даже смотреть не буду, потому что смотреть, в принципе, нечего. Я лучше возьму и заброшусь в следующую катку. Ну что, попытаемся в этом бою немножечко больше мозгами пошевелить, но и попытаться применить объекта 907-го чутка получше. Потенциально машина действительно позволяет получать нормальные результаты. Но все-таки, как я уже сказал, не во всех 100% боев вам будет везти с тем, чтобы вывозить нормальные результаты, занимать свои законные топ-3 в команде по нанесенному урону и результативности. В чем действительно машине не откажешь, это, как я уже сказал, во времени сведения, в точности орудия, время перезарядки позволяет добирать соперников, которых раздамаживают ваши союзники. Короче говоря, ствол у данного аппарата просто идеален. Не идеально только броня, но и, может быть, не идеален тот, кто этим всем пользуется в бою. Нужна ли вам эта машина? Безусловно, решать вам. Но я, как уже говорил, очень сильно жалею о том, что данный аппарат приобрел себе не на основной аккаунте. Если бы это было на основном аккаунте машина, я бы использовал ее в боях гораздо чаще. Ну что, поехали. Попытаемся повоевать. Горка, углы склонений. Как видите, в такой проекции я ничего сделать не смогу. Для того, чтобы нормально выцеливать, приходится немножечко либо вылазить, либо отрабатывать от борта. Но даже отрабатывая от борта, приходится существенно, существенно, ребят, свешиваться, ну и, соответственно, порой довольно-таки жестко отхватывать. Так, давай, вылазь на горку. Ты явно будешь пытаться сверху отстреливать. Время перезарядки. Не успел немножко. Совсем чуть-чуть не хватило. Минотаур, не сильно я рад тебе, братец мой. Хорошо, что ты им жадничаешь, отвлекаешься и даешь возможность закидывать тебе в борт башни. Что еще классно, действительно, ребят, в этой машине, так это то, что на этой машине вы можете очень даже бодро откатываться назад. То есть, как только вы откинули снаряд и у вас есть укрытие, за которое вы можете уйти, данная машина вам позволяет действительно дать заднюю, свилять и не отхватить. Не совсем показательная была ситуация, когда я на горке стоял, потому что меня успели загуслить. Но, в целом, ребят, будьте готовы к тому, что отыгрывать орудие лучше, склоняя его вниз, у вас получится только в случае, если вы будете скидывать орудие себе на борт. Опять-таки, оголяя свои борта, которые существенной броней не отличаются. Да у нас, в принципе, в игре, я бы не сказал, что есть большое количество машин, в которых имеет смысл играть бортом. Ну, просто потому что, как правило, машины забронированы именно спереди. Так. Попытаюсь воспользоваться своей, я бы сказал, очень хорошей, приятной динамикой и поездить по карте, попытаться с дальних расстояний поподдерживать своих союзников. Сотка правильно держит Хэвика, видит, что Хэвика помогают разбирать союзники, и вот таким вот образом отправляем товарища в ангар. Е100, красавчик, вопросов нет, молодец, абсолютно грамотное и правильное решение принял. Вот она, хваленая мною точность орудия, вот оно, время перезарядки, мне даже не приходится ускоряться, но я ускорюсь для того, чтобы попытаться добрать. Не добрал, слил серебра, ну и такое бывает. Вот так вот, ребят, мы победили в данной катке и победили в первую очередь благодаря подвижности машины, благодаря тому, что команда попалась хорошая, и ребята действительно очень классно, качественно отыграли, ну и благодаря тому, что орудия просто обалденные, как я говорил, по своим техническим характеристикам. 2760 единиц нанесенного урона, два сделанных фрага, знак классности третьей степени и по количеству серебра, которое мы вывозим в виде фарма. По данному бою мы получаем 42500. Много это? Нет, ребят, немного. Безусловно, на восьмерках за такие результаты вы будете получать существенно больше, потому что там коэффициент доходности существенно выше. Данная машина, как я говорил, это не фармер, но свое место первое в команде по урону я занимаю, я получил массу удовольствия от данного боя. Но, возвращаясь к теме неровности данной машины, она не играется от боя к бою одинаково, соответственно, будьте готовы, что будут такие бои как второй, ну а порой такие как первый. Короче говоря, ребят, брать или не брать вам решать, мое дело показать объекта 907 таким, какой он есть, абсолютно честный обзор, ничего не приукрашая. На данный момент у меня все, всех благ, всего хорошего, мира, друзья мои, и обязательно спокойствия. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова